Если вы хотите преуспеть, а вы этого хотите, иначе вы бы здесь не находились, то вы должны о себе каким-то образом заявлять. Вы должны продвигать свой бизнес, вы должны продвигать себя, вы должны продвигать свои продукты, свои услуги, свою систему вознаграждений. Короче говоря, вы должны двигать кое-что. А что это значит? Это значит рассказывать людям о том, что у вас есть, чтобы обменять это на деньги. Вот так просто бизнес делается. Если вы будете как все, то у вас будет результат как у всех. 95% людей не удовлетворены своим финансовым положением, своими достижениями, они неудачны в деле. И лишь 5% считается, что они богатые, успешные и добились того, о чем они мечтали. Итак, если вы будете как все, у вас будет результат как у всех. Если вы будете говорить то же самое, что говорят все, вы будете иметь то же самое, что имеет большинство. Большинство нихрена не имеет. Если вы будете использовать те же самые слова, те же самые способы, те же самые тексты, те же самые формы, те же самые сайты, те же самые, те же самые, те же самые, как все. Если вы не будете выделяться из числа других. Если вы будете стандартными, безликими и будете сливаться с этим огромным информационным потоком, вам кирдык. Вот это вот предупреждение для всех нас. Если говорить об интернете, то его проклятием, на мой взгляд, является то, что чем выше активность каждого, проявляющего себя там, тем больше и неуспех ожидает всех нас. Поясню свою мысль. Поэтому активность людей, которые вываливают в интернет свои предложения, и если мы еще плодим подобных себе, которые начинают делать точно то же самое, теми же формами, теми же средствами, теми же словами, теми же методами, теми же сайтами, теми же, теми же, теми же, теми же, как все, серым, безликим, неработающим и стандартным, привычным для всех, то получается, что никто ничего не заработает. Почему? Потому что это все нацелено на человека. Надо, чтобы человек откликнулся, чтобы его сердце что-то екнуло, чтобы он захотел попробовать то, что вы ему предлагаете, чтобы он вам поверил, чтобы он вас выделил из толпы, опознал вас как личность, оценил ваше предложение и пошел за вами. Если этого не происходит, то тогда всем нам, повторяю еще раз, кирдык. И чем мы активнее, тем хуже положение дел. Чем больше информации мы выливаем на людей, тем плотнее они закрывают глаза и уши, потому что они больше не могут все это воспринимать. Выводов два. До интернета я когда-то работал в компании, где мы делали рекламу в газетах, на столбах, в листовке в руки, в листовке в подъезды, в листовке в почтовый ящик, в дверную ручку. Ну все, что можно. И чем больше я в этом городе набирал дистрибьютор, тем быстрее загибался мой бизнес. Удивительно. Потому что количество информационного материала, рекламного, было настолько большим, что его переставали воспринимать. Наступало отторжение и бизнес сворачивает. То же самое наступает в интернете. Так вот, повторяю, в интернете сегодня преуспеют те, на мой взгляд, кто не новую информацию вываливает на людей, не новое предложение, не рассказывает о новом продукте, не предлагает новый бизнес, не еще что-то делает такое новое, 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 рассказывает, рассказывает. Или плодит точно такие же тексты, как все остальные, что-то пытаясь предложить. А те, которые помогут людям разобраться в этом огромном информационном бушующем море. Помогут им, ну например, Google ищет, помогает людям найти нужную информацию. Поэтому он процветает. Услуги навигации в огромном мире важны сегодня. Если сегодня вы попали в компанию, которая предлагает людям, предлагает людям купить нужные, полезные, классные, фирменные, брендовые вещи с огромными скидками. И для этого помогает сориентироваться в информации и быстро получить подсказки и воспользоваться ими, стать обладателями таких товаров и улучшить стиль своей жизни. Значит вы преуспели. Навигации в области покупок. Это первый вывод. То есть надо стремиться туда, где сегодня не так, как у всех. И второе. Надо обращаться к тем людям, чтобы выделиться из толпы. Надо обращаться к тем людям, которые вас знают, которые воспринимают вас как личность. Которые знают вас как Сашу, Машу, Петю или Клавдию Петровну. Или, короче говоря, нужно быть личностью. Если кого-нибудь интересуются этим вещью, то мы можем поговорить об этом еще раз. Значит, если у вас есть другие соображения, или вы не согласны со мной, или есть вопросы, напишите мне внизу, и я поясню свою мысль. Время не позволяет мне больше 10 минут говорить, и поэтому я, будучи ограничен временем, не могу развить свою мысль. Напишите мне вопросы, и я дам вам ответ в следующем ролике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!